Сегодня мы с вами прогуляемся по квартальщику Борн. На мой взгляд, это самый барселонский квартал. Когда гуляешь по нему, хочется одеться в творческие шарфики, длинные платья, шляпки и гулять, гулять. Между проспектом Лайтан и Барселонетты расположился район Эльборн, который сегодня является одним из самых модных мест в Барселоне. Огромное количество кафе, баров, ресторанов, дорогих магазинов и интересных музеев, которые расположились на красивых средневековых улочках, привлекают сюда стильных гурманов со всего города. Как обычно, в наших путешествиях я вам даю ориентиры, чтобы вы могли повторить то, что вам понравится. Сейчас мы находимся у станции метро Жаме-1, и отсюда у нас два пути. Первый путь по улице Аржатрия. По этой улице мы выйдем к тому из самых любимых мест каждого Барселонца. Такому правильному, любимому месту. Несколько минут ходьбы по этой колоритной улице, и мы попадем на красивейшую площадь города, где расположился шедевр каталонской готики, поражающий гармонией, пропорцией и спокойствия. Церковь Санта-Мария-дель-Мар, гордость каждого каталонца, одна из самых красивых церквей мира. И, кстати, это то место, куда доходит не каждый турист, которое не испорчено множественными путеводителями. Это действительно одно из самых моих любимых мест города. В средние века для строительства церкви требовалось как минимум столетия. Санта-Мария-дель-Мар – исключение. Она была построена в честь Девы Марии, покровительности моряков, и на деньги практически этих моряков. Церковь была построена всего за 55 лет. Первый камень был заложен в 1329 году. Внутри собор невероятно красив, архитектурные решения уникальны и не превзойдены ни в каком другом средневековом здании мира. Создается впечатление воздушности, простора и высоты. А еще здесь живые свежи, что сегодня большая редкость в Европе и очень важна лично для меня. Ну и площадь за мной – это типично барселонская площадь, старая, новая. А вот в этом кафе я очень люблю позавтракать. А следующий вариант движения – это улица Ла Принцесса. Улица Принцесс. На этой улице вы также можете найти очень много всего интересного. И первое, что вы увидите, как только сюда свернете, это замечательный ресторанчик. Обратите внимание на этот ресторанчик. Это одно секретное время из Барселоны. Потому что здесь четверга после кесения проходит замечательный шоу «Фламинка». Это не те шикарные залы с красавицами и танцовщицами, на которые раздают везде туристические проспекты. Это маленький ресторанчик, который держит андалузскую, настоящая андалузская семья. На момент, как вы знаете, пришло из Андалузии. Здесь такое уютное помещение. В среднем можно вкусненько пилипусить, а вечером в верхнем зале, реально очень небольшое помещение, вас вот так вот наформят и вы увидите настоящее шоу «Фламинка». Это шоу, от которого просто кураж идет по телу от страсти. Там одни такие красавицы от сущи, там женщины такие бурлящие, бурлящие жизнью. Но, поверьте мне, каждый из вас уйдет, я бы восхищен. Люди, знающие Барселону до сих пор называют городом магов и волшебников. И в этом сто процентов что-то есть. В городе есть несколько очень интересных магических точек. Одна из них расположена именно на этой улице. Магазин для магов. Свернув с этой улочки в один из переулочков, мы попадаем на одну из красивых, загадочных, манящих, расслабляющих улочек Борна. Средневековые улочки Борна очень отличаются от улочек Готика. Они светлые и модные. Смотрите по сторонам Воба. Именно здесь расположилось несколько десятков уникальных ресторанов и винотек. Ну а мы с вами подошли к очень интересному месту. Всем хорошо известен Барселонская магов, музей современных искусств. Но на самом деле именно в этих улочках в квартале Борн затерялся небольшой музей современного искусства. Именно здесь самые интересные экспозиции. За мной находится музей Микассо. Советую вам его посетить в том случае, если вы большой поклонник этого художника или уже в Барселоне увидели столько всего, что вам хочется еще чем-нибудь особенным взорвать мозг. Потому что в этот музей всегда дом на очереди, поэтому вам нужно будет потерять часа-полтора на то, чтобы войти, и еще время на то, чтобы посмотреть их позицию. Кстати, кому деньги дороже все время, можете показать здесь веселье или заходить на себя. Сейчас мы с вами выходим на главную площадь Борна. На ней достопримечательность – это Борновский центр. Подразумевалось, что будет рынок, но на самом деле, когда его делали, нашли раскопки, нашли старый древний город. Кто любит смотреть на развалины, всем туда. Еще эта площадь известна тем, что на ней находится много замечательных ресторанчиков. Особое ваше внимание обращаю на вот этот ресторан. Он работает всего лишь дважды в день, с часу до четырех и с восьми до одиннадцати. Чтобы у него попасть, нужно будет простоять час в очереди, но оно того стоит. Когда-то несколько лет назад я с усердием искала вот этот секретный музей современного искусства, который вы увидели в сегодняшней программе, и вышла ровненько на это кафе. Кафе Камка. Классная еда и собирается реальная интеллектуальная пункта. Если вы в Барселоне живете или прилетели сюда хотя бы на две недели, не пройдите мимо вот этого заведения в барселонские кулинарные курсы. Здесь даже за сутки из курса одного дня можно научиться делать невероятные вещи. Я все собираюсь, уже третий год собираюсь. Это была небольшая прогулочка, наша первая прогулочка по квартальчику гор, а сейчас мы с вами переходим дорогу и идем в один из моих самых, нет, в самый мой любимый городской парк, парк Ситаделя. Парк Ситаделя – фантастическое место, здесь можно ходить целый день, смотреть, расслабляться, восхищаться, валяться на травке и заниматься любыми безумными вещами, например, утрощик гор. Парк Ситадель открыт в середине 19 века. Сегодня здесь располагаются несколько музеев, зоопарк, зданий парламента Каталонии. Основой удивительного паркового ландшафта является Большое озеро и три центральные аллеи – Липовая, Тополина и Вязовая. Здесь же располагаются и замок трех драконов, зимний сад, пальмовая оранжерея. Парк настраивает на романтический и творческий лад. Здесь гуляют, отдыхают и тусуются. А по воскресеньям для всех устраивают бесплатные уроки бочарщика. А это фонтан Каскада – один из самых красивых фонтанов мира. Я его люблю даже больше, чем римский треви. Обязательно найдите время погулять по этому парку, когда будете в нашем городе. Мы с вами прогулялись по кварталу Борно, увидели секретные, несекретные, просто приятные точки. Прогулялись по романтичному парку Сиотадель и красивую жирную точку мы поставим, открыв для себя еще одно, неожиданное, совершенно другое лицо Барселоны одного и того же квартала. Триумфальная арка. Когда вы первый раз в Барселоне, вам обязательно надо триумфально прошепствовать под нашей триумфальной аркой и одновременно загадать свое триумфальное желание. Вообще у нас поверье, когда человек первый раз в город, должен это сделать, и желание обязательно сбудется. Я каждый раз, проходя подарочкой, загадываю желание, каждый раз оно сбудется. Триумфальная арка служила парадным входом Всемирной выставки 1988 года. Она украшена гербами Испании сверху и гербами различных провинций Испании по всей дуге на каждом из фасадов. К триумфальной арке ведет очень торжественная аллея, и само сооружение весьма триумфально. На сегодня все. С вами была Катя Бигун. Мы сегодня погуляли по кварталу Борн, еще один мой. Один из самых любимых кварталов Барселоны. Желаю вам побольше гулять, побольше мечтать, помнить, что мечты сбываются. Увидимся через неделю. Пока. Сегодня мы прогулялись по модным и современным улочкам старинного квартала Эль Борн. Обязательно посетите места, которые я вам показала, и не останавливаясь, тестируйте ресторанчики. Именно здесь вы наверняка найдете свой любимый. А в Барселоне продолжается обыкновенный воскресный день. Здесь всегда есть чем себя занять. Но если вдруг вы заскучали, выходите на улицу. Барселона вас подхватит, закружит и поселит в душе вечный праздник. Барселона вас подхватит.